друзья здравствуйте хочу показать вам наш биобассейн пруд и у нас по ночам сейчас минус 6 минус 8 днем минус 4 минус 5 и при работающих аэраторах знаете какое зеркало мы пока каскад не будем выключать стабильно минус уже держится около недели может быть двух недель некоторые налить друзья на благо теперь небольшая поэтому наверно лед и у нас растаял мы будем держать пока работающим каскад работают с киммера работают вся фильтрация работает биофильтр так просил клиенты вот такое красивое зеркало сейчас покажу насколько вырос осетр но судак маленький как был так и остался потому что мало питания для судака нужны мальки то что движется он не будет кушать корм осетр на корме вырос очень даже неплохо но посмотрите насколько прозрачна некоторые обрастания на камнях есть это нормально но это не потоки нити витки так лег легкая легкий наряд бактериальный дно у нас песок кварцевый песок давайте покажу рыбок и покажу как строили этапы строительства опять и результат и ночная съемка и дневная поехали вот посмотрите какой большой осетр вот он наш красавчик такое ощущение что чуть не полкилограмма ну сантиметров 35 в росте на поменьше полкилограмма но это был вот такой малечек небольшой посмотрите наше видео все выжили я предлагал заказчику их отпустить или пересадить но решили оставить на зиму посмотреть конечно глубина маленькая метр семьдесят и аэраторы будет холодновато посмотрим я боюсь что может не перезимовать вот а для судака ему кидали по-моему тыля на корм по он его ел но не знаю судаку тоже нужно что-то зимой придумать чтобы он перезимовал ну а так в принципе все работа нас аэраторы стоят для поддержания полыньи чтобы здесь можно было купаться увидите парилочка вот обратите внимание парилку я покажу тоже в этом видео сразу паримся выходим и вот у нас коротким плечом можно сразу нырнуть бомбочкой можно спуститься по лестнице окунуться и зайти обратно это у нас зона биофильтра насосная группа под землей далее в отдельном колодце скиммер первый скиммер 2 собственно говоря и все и при фильтрации у нас работает такой неплохой каскадик зона мелководья друзья безопасно это и фильтр сразу и это зона мелководья то есть если ребенок упадет здесь у нас 30 сантиметров глубина ты сразу но может травмироваться но он не утонет понимаете он встанет выйдет да друзья хочу сказать что у нас по всему периметру прудов мы всегда стараемся делать эту мелководную зону для безопасности детей можно было гулять по всей части около каскада около вот это бонсай все мелководная зона есть присутствует дети могут смело гулять если даже ребенок упадет ну лучше пусть он здесь упадет поймет широко и пруд нежели где-то в незнакомом месте поэтому друзья это еще и безопасный бассейн вот подпадут нам осетр увидел человека думает кормить будут достаточно большой сантиметров уже под 40 показал будь бог свой и пошел к аэратору ну-ка как он пройдет то что прям на пузыри идет не боится через пузыри прошел каков еду ищет вот собственно говоря такая история хотел показать как этот пруд живет зимой будет сейчас минус 10 минус 4 минус 14 я думаю начнет обрастание льдом вот в этой части но посмотрим еще покажем ночную ночные виды ночную съемку в общем я результатом доволен второй год у нас стоит наш биобассейн пруд в общем я считаю результат отличный все стоит твердо надежно результат хорош мы начинаем строительство очень интересного проекта объекта с екатериной оставь его и активно ставки это известный ландшафтный дизайнер студия ландшафтного дизайна его гарда и я сейчас екатерина привет привет здесь у нас бил бассейн весь в камне в японском саду правильном саду такая японская история и он будет абсолютно прозрачный по новому очень-очень-очень-очень-очень-очень-очень-or-не-то Субтитры создавал DimaTorzok Друзья, следите за роликом. Это будет очень интересный проект. Будет идеально чистая вода, прозрачная в японском стиле, с огромными камнями. Камни берем по полторы тонны, по 800 килограмм. Здесь заказчик очень хороший, хочет сделать что-то реально классное. Да, то есть этот проект рождался длительное время, поэтому он уже продуман до всех мелочей. Я думаю, что результат превзойдет даже наши с вами ожидания. Надеюсь, что нам удастся выстроить вот эту гармоничную историю, на которую рассчитывает наш заказчик. Да, проектирование длилось год, может быть чуть больше, чуть больше года. Год назад я пришел в этот проект, до этого, еще до меня это все разрабатывалось. Год проектировали, сейчас мы готовы все это воплотить в течение месяца. И я уверен, мы это сделаем и будет круто. Друзья, этот биобассейн мы не чистили все лето. И он стоит чистый прозрачный. Без водорослей, без пленочки. Даже осетры наши подросли в два раза за это время. А он стоит прозрачный. Велком к вам в школу. Мы разбираем проекты. Мы даем документацию. Сметную, договорную, проектную. Мы изучаем глубокую технологию. Показываем ее в удобоваримой форме, крупным планом, до мелочей, до нюансов. Как раз для того, чтобы вы могли оказывать качественные услуги вашим клиентам. Поэтому, друзья, приходите. Заходите по ссылкам в описании. И проведите к нам на учебу. В общем, прощаюсь. Строим пруды правильно. Но самое главное, друзья, радуемся жизни. Я традиционно, друзья, желаю всем добра. Продолжение следует... Продолжение следует...